Всем моим зрителям пламенный привет! Вы находитесь на канале Милый Френо и сегодня я безумно рада сообщить вам невероятную просто новость. Наконец-то, наконец-то во Франции открылся магазин русских продуктов, но все не совсем так просто, потому что русские магазины как бы они всегда у нас были, в этом у нас нехватки нет, но большого супермаркета русского во Франции пока нет. Значит, у нас открылся магазин, который называется Mixmarkt, это самый известный магазин в Германии, если вы знаете, но сегодня открытие русского магазина во Франции, мне кажется, это просто то, что должно было рано или поздно произойти и мы сейчас все наши русские, все наше русское отводе, так сказать, мы пришли на открытие и посмотрим, что здесь продается. Пойдемте со мной. Так, но начнем, наверное, с самого главного. Меня очень многие спрашивают, что мы делаем, когда хотим посмотреть русские фильмы. Конечно же, существует YouTube. В YouTube мы можем найти сегодня все, но если вы хотите полноправно, полноценно пользоваться русскими каналами, то это Картина ТВ. Вот Татьяна, она сейчас расскажет в двух словах, буквально, что такое Картина ТВ. Кажется, Татьяна стесняется. Нет, Татьяна не стесняется. А, просто хочу, чтобы была видна информация нашей компании. Да, расскажите, пожалуйста, вот каким образом подключиться к вашему русскому телевидению. Компания Картина ТВ ничего не может быть проще. У вас дома должен быть только интернет. Только интернет. Только интернет. Вам нужен только интернет для того, чтобы подключиться к нашей компании. И приставочка. Приставочка. Вот, она такая маленькая, она такая маленькая, но приносит столько много радости, вы не можете себе представить. Представляю. Подключайте. Сколько каналов можете вы предложить? Ну, где-то больше, чем 150. Окей. Больше, чем 150 каналов. Если хотите, коллега может продемонстрировать, как работает нашу систему. Да, был бы очень хоро. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте. Как работает наша приставочка. Виталий продемонстрируйте, пожалуйста. Сейчас Виталий продемонстрирует, как работает наша система. Система работает следующим образом. Самое главное, чтобы у вас был интернет. Да. Интернет там хватает более 4 тысяч всего лишь мегабит для того, чтобы могли смотреть про напалу. Плюс Картина ТВ предлагает, что в любой точке мира вы можете смотреть наше телевидение. Самое главное, подключение к интернету. Наши приставки ресиверные, они стоят всего лишь 25 евро. 25 евро за приставку. Всего лишь 25 евро. Одноразовая покупка. Точно так же вы покупаете годовой абонемент, который стоит у нас на сегодняшний день 190 евро. 1650 идет у нас помесячное снятие. Мы предоставляем вам что? Архив за 2 недели. Демонстрирую, что такое архив. Простое управление. Нажимаем кнопку ТВ. Все, что вы видите с правой стороны, переносим вправо. Находится красный пункт. Это все идет к тому, что все, что человек пропустил, он может вернуться, спокойно посмотреть в течение двух недель. Также управление Плюта нам дает возможность уйти на право. Точно так же, чтобы не листать, меняем где-то. Вы найти уже никто не можете. Точно так же. Вначале сегодня то, что было в понедельник. То есть сохраняется вся информация за последние две недели? Ток-шоу можем посмотреть, да? С Малаховым. Любой канал. Люди, которые много заняты, работают, нет времени, тем самым пользуются именно архивом. Это получает фишка, большая возможность и очень хорошие, так сказать. Сколько у вас новостных каналов? У нас всего получается новостных по подразделениям. Сейчас есть просто мы подключили под Wi-Fi. Wi-Fi немножко слабый, потому что все работает от кассы. У нас на Европу уходят более 158 каналов. Все каналы идут в архиве. Точно так же у нас есть все каналы советского обхозпространства. То есть есть на других языках, вы хотите сказать? Армянские каналы, грузинские. Три армянских каналов. Один музыкальный, Гаястан Мэйк и Гаястан. Отлично. Молдавские каналы тоже есть? Молдавский у нас один канал идет центральный, да, который... Украина? Украина у нас около 10 каналов идет, литовские каналы, эстонские и все остальное. Окей. Это входит в 158 каналов, про которые вы сейчас сказали? Точно так же, да. Плюс за одну абонентскую плату вы можете смотреть до трех телевизоров на одном IP-адресе. Это говорит о том, что эта цена можно поделить сразу на 3, и вы можете так же смотреть. В общей сложности, если считаем, мы грубо 100-190 делим на 3, человек это стоит для трех телевизоров. Посчитайте сколько, почти 60 евро. Мне с математикой плохо. Сейчас вам демонстрирую то, что проходило 27-го числа. То есть это мы сейчас смотрим архив? Это мы сейчас смотрим архив, точно так же. Так же в меню мы можем показать, как у нас идет по подразделениям, да, чтобы человек долго не мучится, того, что это очень общие каналы, познавательные каналы. Вот замечательно, есть даже эротические каналы. Так же эротические каналы. На русском. Ну, кот, хорошо. Допустим, познавательные, да, переходим вправо, и вы листаете все, что входит у нас в познавательные программы. Наука, планета, т.ф. и все остальное. Детские каналы. Точно так же. Переходим направо, уходим на детские каналы. У вас замечательно есть каналы Смайлик, ТВ, Мульт, все на русском языке, Карусель. Все, что точно так же, листайте, включайте, смотрите. Тем самым, что хорошо, наша карьера предлагает полный, спокойный выбор, допустим, по интересам, развлекательных, музыкальных, спортивных. Кто интересует спорт, пожалуйста. Мы, честно, и спорт. У нас более 15 каналов спортивных. Смайлик, футбол, футбол-матч, КХЛ, бокс, боец, на любой вкус. То есть, получается, за 16 чем-то евро буквально в месяц, за 16.50, вот, уточнили. За 16.50 вы можете получить просто неимоверное количество информации и все на русском языке. И, как уже заметили, есть еще каналы на армянском, на грузинском языке. То есть, пожалуйста, обращайтесь, можно взять где-нибудь везде? У нас есть дневные тестовые доступы. А, даже 7 и 3 дня можете прийти в магазин, взять, попробовать и прийти подключиться в магазин. То есть, до того, как принять решение, вы спокойно можете посмотреть картина ТВ в течение 7 дней. До 7 дней вы можете смотреть абсолютно бесплатно перед тем, как принять свое решение. Я считаю, что это реально замечательная возможность, чтобы вы узнали о компании больше. Я так понимаю, здесь работают приятные люди. А у вас есть поддержка, техническая поддержка? Конечно, 24 часа, 7 дней в неделю, очень профессиональные ребята. Звоните в любое время дня и ночи, в праздники, в будни, в днем, в ночи, как я уже сказала, ребята всегда помогут. То есть, вы всегда можете позвонить 24 часа в сутки, это большая редкость. Вы знаете, что во Франции, например, позвонить в какой-нибудь банк в понедельник, например, утром, в субботу или воскресенье, это невозможно. У вас же телевидение будет оставаться постоянно, просто всегда. Если у вас случилась какая-нибудь беда, звоните, всегда указаны номера телефонов, и вы можете решить вашу проблему. Спасибо большое, сейчас я пойду смотреть русские продукты. Мы познакомились с русскими каналами, которые теперь есть по всей Европе. Это же правильно, по всей Европе, правильно? По всему миру. По всему миру. А теперь мы пойдем знакомиться с русскими продуктами. Хочу проекламировать, это очень хорошее. Мои дорогие, я вообще хотела бы очень сильно извиниться за свой внешний вид, у меня тут какой-то дичь меня не вылазит. Поэтому я так накрасилась непонятно как и еще плохо спалась в одиноче. Ну, давайте, здесь вам все как бы знакомо, это все шампанское, наше советское шампанское, которое теперь мы можем спокойно покупать в таком магазине. Здесь у нас я увидела замечательные просто правые, правые русские. Вы знаете, в чем вообще прикол? У нас как бы есть маленькие магазины, да? Подождите. Маленькие русские магазины, они в принципе находятся по всей Франции. Только в Каннах есть 4 магазина. Но большой вот такой вот супермаркет, где вы хотите прийти, например, вы хотите приготовить какое-нибудь русское блюдо, да? Вы идете в русский маленький магазин, покупаете необходимые ингредиенты, а потом вам нужно пойти в большой магазин, где вы купите то, что вам необходимо, например, овощи и фрукты. Потому что в русских магазинах они, как правило, не продаются. Здесь же вы можете купить сразу все. То есть мы говорим сейчас и про пельмени, пиво, водку, различные соусы. И также здесь есть, конечно, овощи и фрукты. Давайте я вам сейчас покажу овощи и фрукты. Вот мы сейчас находимся в районе овощей и фруктов. Ну, конечно, здесь есть и фрукты, которые они в любом французском магазине есть. И тем не менее, хотя бы сейчас, подождите, я где-то здесь отмечала. Так, подождите, сейчас мы с вами пройдем. Вот, вот чего не хватает во французских магазинах. Это вот такая вот свекла красная. Замечательная красная свекла, которую во французских магазинах часто продают вареную. Огромнейший просто выбор помидоров и огурцов. Вот такие огурцы во французских магазинах есть. А вот такие поискать надо. Надо попробовать, вкусно это или нет. Лук, морковь, панаис, да, как он на русском называется, опять забыла. Белая морковь, кабачки. И здесь даже заготовочки вот такие есть. Сельдерей, морковь. Лук. Зеленый лук. И, конечно же, редиска. Редис. Это самое необходимое в русской кухне. Бананы, виноград, тыквы, капуста. Это все здесь есть. Есть имбирь. Большой-большой такой имбирь я нашла. Да, есть клиенты хорошие. Mixmart топ. Рулит. Mixmart рулит. И девочки. Самое главное, девочки и мальчики. Здесь есть квас. Много всякого кваса. И как приятно видеть вот это название. Моя семья. Ёшкин кот. Помидоры. Это вам не три баночки каких-то там помидорчиков. Это целый район помидорчиков и огурцов. Красные помидоры. Помидоры с огурцами. Я здесь нашла желтые. Нет, желтые помидоры. Оранжевые помидоры. Желтые помидоры. И даже зеленые помидоры я здесь нашла. Вы можете себе представить такое? Пиво. Тут, конечно же, есть пиво. Много пива. Пиво. Чешское пиво. Балтика. Компотики с малинкой. Целая кучка каких-то вот. И самое главное, я здесь уже это видела. Тархун. Это я просто обожаю тархун. Консервы. Много, много консерв. И я даже нашла здесь капусту малосольную. Паштеты. 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 И даже вот, смотрите, какая здесь рыбка есть замечательная. Печень трески. А пельмени. А пельмени здесь, девочка, это вам не шутки. Вы только посмотрите. Здесь и такие, и такие, и такие. И вот этот вот холодильник с пельменями, он здесь просто не заканчивается. Никогда. Вы можете перепробовать все эти пельмени. Но мне кажется, вам понадобится примерно год. Посмотрите. Вот здесь только, здесь уже манты пошли. И, а вот здесь вот вареники. 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 Блины. И пирожки. Пиво. Я думала, это там было все пиво. Оказывается, здесь огромнейшее количество пива. Посмотрите. Вот чешский козел. Ну, козел в смысле. Давайте заглянем в молочный отдел. Теперь открываем холодильник. Не разрешили тут покопаться. Поэтому теперь у нас есть кефир. Много, я бы сказала, кефира. Ряженка. И самое главное, вы помните, я постоянно это ищу. Это творог. Творог. Зернистый деревенский творог. Творог. Танайран. Танайран. Даже есть это. Вы можете себе такое представить? Поехали дальше. Сыр. Ну, подождите. Но с сыром, конечно, проблем совершенно никаких нет. Вы посмотрите, там конца просто нету этому сыру. Здесь есть что угодно. И сулгони, и кавказские, и какой-то олимпийские. Я, честно говоря, даже не все сыры здесь знаю. Сырочки с грибочками. О-ля-ля-ля-ля. Посмотрите, и такой есть сыр. И очень много копченого сыра. Я там уже лазила. Сейчас я зайду туда. Вот здесь. Вот это я не знаю, что это за сыр такой. И вот они все. Сыры здесь копченые есть. Только посмотрите. А там начинаются крабы и рыбные изделия. Сейчас я вас и туда проведу. Простите. Что касается рыбных изделий, то я, наверное, такую камеру туда засуну сейчас. Во! Заходите в холодильник с рыбой. Посмотрите, что здесь делается. Да здесь же можно объесться на год вперед. Селедочка маринованная по-нашинскому. Вот это вот берите, если что. Вот. Это самое вкусное. Я ее сто раз пробовала. Колбаса. Колбаса в русских традициях присутствовала везде. Мне кажется, даже в детских сказках, когда они говорят каша из топора, на самом деле они говорят про колбасу. Колбаса. Вы разбираетесь в колбасе? Есть немного. Раз вы тут стоите. Окей. Здесь у нас колбаса копченая. Правильно я говорю. Это значит у нас колбаса, которая называется... Мне только как-то отломать, чтобы она небольшая была. Вот такая. Пожалуйста. В Россию охота. А водки нету что ли? К сожалению. Фух, я пошла. К вечеру организм. Колбаса. Это я какой сейчас попробовала колбасу? Московская. Московская. Это московская полукопченая колбаса. Вкусно. На мой взгляд, немного жирненько. Тогда вот... Кавказская. А, кавказская пленница. Ммм, в ней столько пряностей. И говязь. Она менее жирная. Вы поняли о чем она. Это говяжья колбаса. Сейчас покажу название. Кавказский. Только говядина. Точно? Точно. Я проверила. Вот это вот самое вкусное. Смотрите. В ней практически нет жира. Ну, немножечко. Но она такая подсушенная. Ну и с колбасой, мои дорогие, больше никаких проблем, кажется, нету. Смотрите, что здесь творится. Можно заходить туда и жить прямо в этом холодильнике. Потому что колбаса есть всякая. И, кстати, я снимала для французского канала. И где-то здесь нашла кучу сала. Прям кусков таких сала. И копченое, и вареное, и фаршированное. Какое хотите. То есть есть. Знаете, что меня больше всего порадовало? Это отдел семечек. Ни в одном русском магазине, в котором я была до этого, я не видела столько семечек. Смотрите. Семечки, жареные семечки, вареные семечки, тыквенные семечки, черно-белые семечки. Очень черные, не очень черные, очень и очень черные, маленькие, большие, очень большие, очень маленькие. И даже семечки Маша и Медведь. Я так не особо представляю, как дети могут их лоскать. Но я думаю, что это специально для них. Может, они чищенные? Нет. Пряники. Ой. Они чего? Теперь вы очень популярны. Эти. Ну, я на чем? Вы меня сбили. Пряники. Пряники. А, да, про пряники, точно. Пряники, значит. Пряников здесь много. Такое впечатление, когда проходишь по отделу пряников, что ты находишься вообще в Туле. Вот, потому что здесь очень-очень много пряников. Смотрите, я нашла пряники с ароматом мяты. Я даже в России такого не видела, честно говорю. Потихонечку Россия купирует в Франции. Ну, и, как я уже говорила, самая приятная во всей этой истории, это то, что здесь можно купить абсолютно все. Смотрите, вот, допустим, сходила я купила русские продукты, пельмени, чего нету, да, во французских магазинах. А теперь можно также подойти и купить ту же самую рыбу. И, скорее всего, вы говорите по-русски? Конечно. А, видели? Откуда у вас рыба? У нас рыба из Греции. Из Греции рыба. Окей, с антибиотиком или без? Без. Правильно, подсказывают там гречане, видимо. Рыба. Значит, рыба. А вот вы ее завозите, рыбу, да? Сколько раз в неделю примерно? Три раза. Вот, три раза в неделю. И она распродается, будет распродаваться у вас сразу или будет храниться в холодильнике? Она не замороженная. Она свежая, эта рыба. Замечательно. То есть рыба здесь получается свежая. На сегодняшний день у нас есть такая семга здесь. Закачаетесь просто. А сколько стоит один килограмм рыбы? Значит, 11 евро 99 сантимов. В принципе, я бы сказала, что цена не сильно отличается от французских цен. В принципе, можно закупать рыбу, находясь в русском магазине. Здесь у нас дорада. Что касается... О, так подождите. Это еще... Я думала, что она уже все закончилась здесь, рыба. Оказывается, она только началась. Ну да. Самое главное. Мы подобрали. Значит, селедка есть. А селедку это вы маринуете? В Германии. В Германии маринуют. И к нам сюда привозят. А, вот так вот. Они в Германии маринуют. Я просто смотрю, девушка очень красивая для того, чтобы быть просто маринователем рыбы. Поэтому... Вот так. Икра. Что касается икры, выбор на сегодняшний день приличный. Я бы сказала, значит, икра есть красная, икра есть черная, икра 61 евро. Сколько? Это за 100 грамм? Да. Это за 100 грамм? Это вам не пипелька? Черная. Это черная, да. Мы про нее и говорим. А, значит, 100 грамм икры. Икру увидели. А вот это, наверное, к пиву. Все это богатство. Нет, подождите. Каждый раз, когда я думаю, ну все, закончилось. Вот, я нашла тут кусочек какой-то рыбы к пиву. Они говорят, а нет, вот, дальше вам туда. Район, это как-то по-русски называется. Отдел, рыбный отдел, он тоже тут не заканчивается. Здесь есть... Почему мне всегда звонят? А, ну, вот. Здесь есть семга. Теплого или холодного, или горячего копчения, я в этом не разбираюсь. Паншу. Как, какого-то? Какого копчения? Паншу, да. Всякого, скажите. Остальное вырежу. Остальное вырежу. Какого хотите. Под клиента, да, скажи. Любое. У нас первый день мы еще должны все вычислить. Да. Ну, всякого есть. Ну, вот есть скумбрия. Вот такая вот. А, кстати, копченые скумбрии в России, мне кажется, это первые, сколько здесь, 12 штук, первые 12 копченых скумбрий, которые приехали во Францию. Раньше их здесь просто не было. Ну, и здесь, о-ля-ля-ля-ля, я сейчас в омрак упаду от голода просто. Вы посмотрите, что здесь творится. Вы посмотрите на эту рыбу. Я уверена просто, что сейчас у всех зрителей слюни потекли. Вот здесь я вставлю рекламную паузу. Вы хотите себе бутербродик сделать, а я продолжу снимать. Про мясо. Про мясо. Все любят мясо. Оно священное мясо у вас, нет? Нет. Не священное, говорит, мясо, но должно быть вкусное. А откуда мясо, скажите, пожалуйста? Из Германии. В Германии она, получается, курочками славится. Как-то говорят, откуда дровишки, если я совместиваю. Отец, слышишь, рубит, а я развожу. А это кто убитый? Это кого вы убили? Баран. Баран. У нас здесь есть ребрышки барани. Это, наверное, для шашлыка. Скорее всего. Скорее всего. Ну, что любит? Вот это вот что, простите, пожалуйста? Не, вот это вот такое белое. Горяй. Живот говяжий? А это для супа. И ноги есть тоже говяжьи. Вот замечательно какое мясо. Фарш, вот он с дырочками, и вот на него опасно очень смотреть. Мясо. Все равно молодцы. Потому что свинину положили отдельно, говядину отдельно. Вы понимаете, о чем я. Ну, в общем, вы поняли, да? Счастье, наконец-то, наступило и во Франции. Теперь у нас есть большой супермаркет русских продуктов, который называется MixMarkt. Здесь работает отличная команда. Я смогла со всеми познакомиться, со всеми немного пообщаться. Все замечательные ребята, замечательные девушки, которые обязательно вам посоветуют и расскажут, какой шмат рыбы вам купить к пиву и какой шмат мяса вам купить к водке. Ну, и напоследок маленький такой обзорчик, чтобы видно было все. Смотрите, какой он огромный. Я много разговариваю. А ваша камера объем большой? Не, ненадолго. С моим методом съемки у меня вот сейчас вторая батарейка уже стоит. А под водой вы тоже? Конечно. Я под водой тоже. И вы тоже? И мы тоже, да. И он тоже под водой. Это хорошо. У нее есть чехол? Или она вот здесь чехол? Конечно, надо чехол. Вы знаете, что самое интересное во всей этой истории? Целый час я занималась тем, что я что-то снимала с людьми, какими-то разговаривала. Потом мне позвонили, все говорят, давай в машину, быстрее. Потому что я же, я без машины сейчас, я попросила людей меня привезти и отвезти. И вот, и я села в машину и потом поняла, что я-то ничего не купила. Да. Все купили, небось, капусточки, водочки, да? Купили все, колбасы, капусты, икры, рыбы, мясо, пиво. Пиво купили. Они купили пиво, а я не купила. Назад отвези меня. Вашу мать, ака. Какая-то жизнь такая. Обалденные. И огурчики маленькие. И укроп, и петрушка. Девочки, приезжайте к нам. Приезжайте. Не надо, зачем ты? И так русских здесь столько, блин. Они сейчас возьмут и приедут. Приезжайте, приезжайте, они еще привезут. Не, потому что Ирка, она на самом деле просто, она доброй души человек. Она всем говорит, приезжайте. А давайте русскую песню споем какую-нибудь. Жильен запевает. Давай русскую песню. Жильен. Не шансон урис, пожалуйста. Так что? Не шансон урис. Развитали яблони и груши, поплели тумани над ракой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, прах тепнова си заварла. Про того, которого любила, про того, чьи письма верит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова